Номинация «Фудожественное чтение» Театральная студия «Маска. Город Барнаул» Руководитель Проскорина Ксения Александровна Произведение «Жена мужа в Париж провожала» Каждую неделю в субботу вечером Колька парадов дает во дворе концерт Выносит трех грядку и разворачивает ее И жена мужа в Париж провожала Насушила ему сухарей При игре Колька смешно отклянчив зад пританцовывает Та-ри-там, та-ри-там, та-та-та-та Та-ри-там, та-ри-там, та-та-та Колька обаятельный парень С сероглазый, ческуластый, с неным чебариком-чупчиком Хоть не высок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок Коль, цыганочку! Колька, хорошим заботненько отбите, улыбчив Валюша, брось-ка мне штиблеты Цыганочку товарищи просят Валюша, отреагируй, лапочка Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой Ау! Люди смеются, поглядывают тоже вверх Валюша не выдерживает Стреском распахивается окно на третьем этаже И Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник Свере поговорит Я сейчас отреагирую, кастрюли по башке Глитим! Внизу взрыв похота Колька тоже смеется, хотя странно это Глаза Колькины не смеются и смотрят на Валюшу он резко И кажется доволен Что заставил таки сорваться жену Далек, что она выказала себя злой и неумной Просто дурой А познакомился сибиря Колька с Валюшей самым идиотским способом Заочно Вместе с ее братом служил в армии Тут показал фотографию сестры Колька отправил в Москву свою фотографию А с фотографией много разных слов Валя ответила Завязалась переписка Коля поехал в Москву один Собралась вся к Валю на роднях Смотреть Кольку И всем Колька понравился, и Вале тоже Смущала только, что у солдатика одна душа да очучим Больше ничего А главное, никакой специальности Но решили, что это дело наживло Стали они с Валюшей жить, поживать И потихоньку до них стало доходить Что они нахочи чужие люди были Но было поздно Через год у них народилась дочка Нина Хорошенькая, круглолицая, беленькая Колька понял, что он тут сел намертво Теория началась с того, что скоро Колька обнаружил у жены огромную Удивительную жадость к деньгам Он попытался было воздействовать на нее Что нельзя же так-то уж Но получил железный отпор Ну и влип! Дерзался изумленный Колька Как влип? Обычно по выходным они втроем с дочкой ездили куда-нибудь Раза три ездили на БДНХ Смотреть на выставки всякую-всячину Колька же любил смотреть сельхоз машины Подолгу проставил перед тракторами, сейлками, косинками Мысли от машин перескакивали на родную деревню И начинала болеть душа Понимал, прекрасно понимал То, как он живет, это не жизнь Это что-то нелепое, постыдное, мерзкое Что же дальше? Дальше плохо И чтобы не вглядываться в это отвратительное дальше Он начинал думать о деревне, о матери, о реке И ничего не мог забыть Только твоя душа не хотелось видеть Да что же! Бросают же детей! Виноват я, что так получилось! Люди давно разошлись по домам А Колька сидит, тихонько играет Подбирает что-то на сло Что-то грустное Окно на третьем этаже открывается Ты долго будешь там били? Насмешил людей, теперь спать не даешь Критин, слышишь, Толик? Немного не спит, клоун челкал Закрой, поддувало, и окно закрой Она будет спать Критин! Колька ставит в гармонт на скамейку Хватит, эта добровольная каторка Сделает из него идиота и пьяница Какой-то конец должен быть Вмиг преодолел он три этажа Влетел в квартиру Жена Валя, за чьих недоброе, схватила дочинаю Только тронь, только тронь подсмей Все равно я тебя убью сегодня Я тебя этой ночью казнить буду Колька пошел на кухню Достал из ящика стола топорик Вошел в комнату Вали не было Вошел в другую комнату И там нет Убежала Все правильно Положил топорик на место Достал початую бутылку водки Налил стакан Постоял Вылил водку в раковину Не обрадуйтесь, гады Все Но тотчас встал Показалось, что на кухне очень мусорно Он взял веник под мед Так, значит, жена мужа в Париж провожала Закрыл окно Закрыл форточку Затрил дверь Закурил Курнул раза три подряд поглубь Взял карандаш И крупно написал на белом краешке газеты Доченька Папа уехал в командировку И включил газ Отдых Горел Большое спасибо